Анастасия Ноздринплотницкая Чтобы понять, что они значат для нас с вами Главная тема выпуска Образцы современных планировочных модулей Жилых районов Европы Использование принципов нового урбанизма Концепция застройки 4-го форта И южной части города Диалог будет продолжен Держателям чеков имущества на заметку Как сегодня работает программа Приватизации государственной собственности И как пустить эти ценные бумаги в оборот Советы от специалистов Что смутно, неясно чувствует наша душа Театр преподносит нам В громких словах и ярких образах Сила которых поражает Новый театральный 77-й сезон В Брестском академическом театре драмы Открыт Строительный вопрос всегда был И остается одним из насущных Об этом говорят цифры На 1 января 2020 В администрации Ленинского района Бреста На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий Состояло более 8200 граждан В администрации Московского района На ту же дату около 20 тысяч Согласитесь, цифра немалая Именно поэтому в областном центре Активно ведется политика По изучению потенциально пригодных участков Которые могут быть отданы Под многоквартирную застройку Не стало исключением и площадка Расположенная вблизи 4-го форта Предварительный план был выставлен На общественное обсуждение Однако он вызвал резонанс Среди людей, проживающих рядом На градостроительном совете Стороны встретились И высказали свои предположения По возможностям дальнейшей работы здесь К чему пришли и что будет дальше Об этом в первом материале выпуска Вместе с главным архитектором города Николаем Власюком Изучаем проект застройки Бреста В его южной части Сегодня здесь еще есть потенциальные площадки Куда готовы прийти застройщики Одной из перспективных концептов Должен стать план работы вокруг 4-го форта Особенность проекта заключается В использовании принципов нового урбанизма За аналог взяты образцы Современных планировочных модулей Жилых районов Европы Проект детального плана В районе улицы Себровской И в 4-го форта Предполагал Собой сохранение Самого 4-го форта Создание зеленого коридора К парку тысячелетия Создание общественной зоны Возможно перспективной зоны Администрации Заречного района Ну и остальная территория Планировалась под жилую застройку Со встроенными первыми этажами То есть такой в принципе Подход Ну европейский подход Комфортного города На этапе проведения Общественного обсуждения Жителями прилегающих Жилых домов Были высказаны предложения И замечания По зеленым территориям Которые уже сложились Вокруг форта Значит На предмет сохранения Потому что По детальному плану Планировался Детский садик Размещение там детского садика В рамках общественных обсуждений Были представлены Разные мнения Изучив их По итогу градостроительного совета Было принято решение Отличающееся от первоначального Пригласили экологов Пригласили жителей Этого Этих жилых домов И в общем-то Мне кажется Нашли компромиссное решение Сохранить детский садик И сохранить зеленую зону Просто сдвинуть Сам детский садик Ближе к улице Сябровской Тем самым Уменьшив Немножко жилой Застройки Перспективной Сохранить зеленый коридор И Дать возможность В общем-то Дать возможность Сохранить ту зеленую зону Которая Которая сегодня там сложилась И жители пользуются К строительству на этом участке Планируют приступить В 2022 Согласно проекту Здесь разместятся Многоэтажные дома А также Объекты социальной инфраструктуры Пока же Власти и местные жители Пришли ко мнению Сохранить большую часть Зеленой зоны Однако Точку в этом деле Ставить еще рано Люди остались Недовольны Принятым решением Сегодня зона Вокруг четвертого форта Представляет собой Небольшой зеленый уголок Тропинки Уверенно проторены Каждый день Здесь ходят на остановку Люди Гуляют мамы с колясками Местные активисты Ратуют за то Что эта площадка дикоросов Что здесь много животных и растений В том числе и редких Которые могут из-за стройки погибнуть Нет, мы не против сада любой ценой Мы за защиту того Что здесь выросло Просто физически Оно сейчас есть И его сейчас не будет Вот этим деревьям В принципе Им лет 50 60 45 То есть Многие из них садили люди Это было непосредственно Ну Рождались дети Садили люди То есть вот например Вот там чуть дальше Сосны Там было соответственно 16 число У Брата моей Тещи Родилась Когда дочка Там посадили 16 сосен Сейчас им уже соответственно Сколько? 35 лет Вот Некоторые деви сажали В честь там соответственно Уже людей Которых нет То есть там бабушки Прабабушки Которых уже нет То есть здесь была территория Военного городка Почему это все сохранилось Значит Стоял забор Была военная часть И это все выросло Дальнейшим шагом активистов Было обращение К помощнику президента И инспектору Побретской области Анатолию Маркевичу Он предложил еще раз Свернуться к вопросу Изучить его более детально С участием Минприроды Которая поможет определить Статус и важность зеленой зоны Мы договорились так Что нужно еще раз Нам предметно вернуться К рассмотрению Имея ввиду Пригласить специалистов Мы запрос сделали На Министерство природных ресурсов И охраны окружающей среды Пригласим их сюда на место Город Брест Для того чтобы вместе Ситуацию изучить И убедиться на самом деле В правомерности наших дальнейших действий То есть здесь как всегда Есть два варианта Если будет заключение дано Положительное Что можно заниматься Дальнейшим благоустройством Да мы будем идти по этому пути Но если специалисты Несколько нас ориентируют В другом направлении Мы постараемся для того Чтобы данная проблема Была решена Объективно И мы понимаем Необходимость Дальнейшей застройки Развития города Безусловно Но и хотелось бы Сохранить максимально Тот пейзаж Который сегодня Имеет место быть Поэтому в любом случае Мы после обсуждения С должностными лицами Встретимся с людьми И прокомментируем Дальнейший ход Выполнение работ По данному микрорайону Что будет в результате Покажет время Однако ясно одно Решение должно быть принято С учетом всех нюансов В данной ситуации Компетентные эксперты Должны дать заключение И вынести вердикт Что дальше Сколько мы пишем Снимаем про то И о том Как развивается Строится Брест Иногда кажется Что все Об этом говорить не будем Но появляются Новые информационные поводы И мы не можем обойти их И опять В бой Так и с благоустройством Об этом В следующем материале Не могли мы Оставить без внимания Ту красоту Которую навели Педагоги учреждений образования Ленинского района На пришкольных И детсадовских территориях К началу учебного года Таким цветникам Клумбам Такому уюту И продуманности До мельчайших деталей Могут позавидовать Самые крутые дизайнеры Говорят Инициатива наказуема Ирина Кузьмич Опровергает данное заявление В Ленинском районе Она только приветствуется Летом в учреждениях образования Было по-настоящему жарко Но не только Из-за высоких температур воздуха Но и из-за активной подготовки К новому учебному году Где-то делали косметический ремонт Где-то приходилось Переживать кардинальные изменения Но почти все Не оставляли без внимания Территорию вблизи Своей альмаматор Буйство цветов Ярких красок На клумбах Коротко постриженные газоны Декоративные ели Радуют Даже прохожих Воспитывать чувство прекрасного Задача не менее важная Чем учить математике и химии Но любой труд В Ленинском районе Бреста Всегда поддерживают начинание И одобряют Смотр конкурс Прекрасней станет Брещина-Моя По наведению порядка И озеленению территории Выявил лучшие школы И детские сады В этом году Этот конкурс проходил С 18 марта По 21 августа В конкурсе принимали участие 48 учреждений образования То есть все учреждения Ленинского района Города Бреста По 5 номинациям Озеленение учреждений образования Общего и среднего Озеленение учреждений Дошкольного образования Цветы весны Давайте помнить всех солдат И новая номинация у нас Это озеленение 2020 год Малые архитектурные формы Бузвы Георгин Гвоздики Бархатцев Декоративные ели и туй Разнообразные клумбы Интересная музыкальная композиция Все это средняя школа Номер 17 города Бреста Статус одной из самых ярких Жемчужин среди учреждений Образования Ленинского района Школа получила благодаря Безграничному вдохновению Педагогического коллектива Они не перестают удивлять Новыми идеями и тем Как бережно относятся К своей зеленой территории Создавая благоприятную Экологическую среду Для работы и учебы У нас есть творческая группа Учителей В основном это учителя Музыкальной школы Которые все лето Работали на школьном участке Огромную помощь И поддержку в работе По благоустройству Оказывает администрация Школы во главе с директором Созданы благоприятные условия Для реализации Всевозможных проектов Конечно И родители оказывают Большую помощь И материальную И цветами Рассадой Участвуют в жизни школы Мы конечно Очень благодарны им за это Дети отличные помощники И настоящие энтузиасты В создании красоты И уюта возле школы Они не боятся работы И всегда готовы прийти на помощь Правда последняя акция По высадке фруктовых деревьев На заднем дворе школы Где учащиеся могли Примерить на себя роль Садовода-любителя Была еще в октябре Из-за непростой Эпидемической ситуации Реализоваться с ребятами Все, что планировали Не получилось Но учащиеся не забывают Заботиться о внешнем виде школы И стараются делать для этого Все, что могут Мы тут с ребятами трудились Летом Очень старались Я поливал цветы Очень было приятно Приходить в школу Полол тут Ухаживал за школой Я иду в школу С очень хорошим чувством И думаю То, что Наша школа Все будет еще улучшаться И улучшаться Ясли сад номер 20 На протяжении многих лет Неизменно возглавляет Рейтинг победителей Номинации Цветы весны Районного этапа Областного осмотра конкурса Прекрасней станет Брещина моя И на это есть веская причина С красотой клумбы Цветочных композиций Ясли сада Вряд ли кто-то сможет соперничать Здесь все продумано до мелочей А главное Подобрано так Чтобы это приносило Не только эстетическое удовольствие Но и пользу Каждый год Мы пытаемся реализовать Что-то новое Применяем Различные приемы И новинки Ландшафтного дизайна Новые Малые архитектурные формы Кроме того Мы занимаемся Изучением Цветотерапии Изучением Влияния И полезности Лекарственных растений Для дошкольников Для воспитанников Наверное, каждый родитель Мечтает, чтобы его ребенок Приходил в ухоженный И красивый детский сад А потом и в школу И это понятно Ведь для ребенка Любое учреждение образования Становится вторым домом А в красивый, чистый и уютный дом Всегда хочется возвращаться Ирина Кузьмич, Андрей Щерба Дмитрий Лазарчук Телекомпания Бук ТВ Вы смотрите программу Итоги недели Говорим о важном История чеков имущества Или моемость На белорусском языке Началась в далеком 1993 году Именно тогда Практически каждый гражданин Мог поучаствовать В масштабной программе Приватизации госсобственности Государство абсолютно безвозмездно Начисляло белорусам Достигшим 16 лет Эти ценные бумаги Однако Размер доли государственной собственности Положенной каждому гражданину Отличался В зависимости от его трудового стажа И возраста И выражался в сумме начисленных чеков Так, например Лицам в возрасте от 16 до 25 лет Полагалось к выдаче всего 20 чеков А лицам старше 35 лет Для сравнения 50 чеков имущества Действует ли сейчас программа Приватизации государственной собственности И куда обращаться с чеками имущества Узнавала Людмила Логодич Представителям среднего и старшего поколения Визуально знакомы сертификаты именных чеков имущества С изображением мирского замка Многие из них и по сей день пылятся в бабушкином серванте Или уже угодили в мусорное ведро Чаще всего это происходит от недостатка информации Возможно, именно по этой причине Около 40% чеков так и остались неиспользованными Согласно данным статистики Что делать с этими диковинными бумагами Куда нести и на что обменять Простые граждане теряются в догадках И не решаются навести справки Выдача таких сертификатов Производилась подразделениями Беларусьбанка До 1 июля 1997 года Поэтому те, кто их не получил К сожалению, потеряли право на участие В дальнейшей приватизации Те граждане, у которых такой документ есть Я хотел бы напомнить им о том Что срок обращения чеков имущества Заканчивается 31 декабря текущего года То есть осталось меньше 4 месяцев И хотел бы пригласить их к нам В подразделение Беларусьбанка На бульваре космонавтов 94 Для совершения операций со своими чеками Для этого гражданину потребуется Только вот такой сертификат И документ, удостоверяющий личность Паспорт Если вы все-таки тот самый счастливый Обладатель чеков имущества То распорядиться ими вы сможете Следующим образом Во-первых, при обращении в банк Вы можете обменять их на акции Государственных предприятий Во-вторых, можете подарить ближайшим родственникам И тогда они, они вы смогут стать акционерами Однако в данном случае действуют ограничения К обмену на акции банк примет Только до 250 чеков Также к обмену принимаются чеки Полученные в порядке наследования Обменяв свои чеки имущества На акции предприятия Работник, клиент получает право собственности На часть данного предприятия Кроме того, успешно работающее предприятие Получающее прибыль Как правило, часть прибыль Направляет в том числе На выплату дивидендов своим акционерам То есть, кроме владения частью собственности предприятия Владелец акции получает еще право на получение дивидендов Ну и в конце концов, акции можно и продать Ситуация прояснилась Теперь понятно, куда обращаться с чеками имущества И какую выгоду можно получить А вот где найти список государственных предприятий На акции которых можно обменять чеки И на что важно обратить внимание И в первую очередь при таком обмене Граждане Брестской области Которые желают обменять свои чеки имущества На акции предприятий Должны прежде всего ознакомиться с перечнем предприятий На акции которых они могут обменять свои чеки Для этого необходимо обратиться на сайт комитета Брестского имущества Либо на сайт АСБ Беларусьбанка На этих сайтах расположена информация о хозяйственных обществах Об их деятельности Нужно прежде всего ознакомиться с предприятием Где оно расположено Каким видом деятельности занимается Размер дивидендов Размер полученной прибыли И сделать свой правильный выбор Сегодня многие люди являются держателями чеков имущества Даже не подразумевая, что на них можно заработать Или хотя бы попробовать это сделать Воспользуйтесь советами банковских служащих И пустите эти ценные бумаги в оборот Сделать это можно до 31 декабря года текущего От темы финансовой, прагматичной К теме гуманитарной, филологической 8 сентября в международном календаре обозначено как День грамотности Согласитесь, это понятие несет в себе достаточно объемное значение Слово «грамотный» нередко перекликается еще с одним понятием Образованный Сегодня, имея широкий доступ к любому виду знаний Человек получил возможность самосовершенствоваться и развиваться Мы провели свою параллель И выяснили, что в это понятие вкладывают люди разных профессий Связанных тем или иным образом с языком и знаниями в целом Урок белорусского языка для девятиклассников 13-й школы Это не просто 45-минутное занятие Каждый раз для Ольги Денека это очередное путешествие в мир знаний Набор правил воплощен в авторский аудиовизуальный курс Не последнюю роль, в котором играют информационные технологии Так и понятнее и интереснее Ведь современного ребенка увлекает то, что сегодня на пике популярности Ольга Валерьевна уверена, дети теперь другие, они мыслят по-другому А грамотность, по ее мнению, порой страдает из-за активного общения в социальных сетях Где принято сокращение, а иногда и переделывание слов Сегодняшняя молодь, она наибольшего корыстового интернет-коммуникацию Яны переписываются вельми активно И может быть сегодняшняя проблема сучасной молоди Это те правила, которые забываются Все ж таки у письмовым маулень, именно в это социальных сетках И хочется нагадать молоди об тем, что социальные сетки Это так само тое место, где треба быть эдукованным, грамотным Где треба выкористовывать правила и белорусской мовы, и русской мовы, конечно Тому сегодняшний день он вельми важный для того, как молодь разумела Что грамотность, это вельми важно, показывая к социально-культурной такой выхованности Сучасного человека И выхованность этой наибольши проявляется у правилах, которые мы выкористовываем Как в устном, так и в письмовом мауленье Вопросом грамотности сегодня задаются литераторы Брестский автор Михаил Кулеш Один из приверженцев классического слова Каноничность слога, точность ударения и запятых Сказывается филологическое образование Другое дело то, что в последние десятилетия изменилась и литература Этот разговор особенно актуален еще и потому, что на днях в стране отметили День письменности В нем столько теплоты и доброты Фантазии и мудрости народной А сколько в выражениях красоты, достоинства и силы благородной А до чего здесь песни хороши И сказки, и легенды, и предания Мой говор – это часть моей души Основа нашей сути и создания Многие, в том числе Михаил Иванович, сегодня обращаются к народным диалектам По мнению нашего собеседника, человек, знающий языки страны, где он проживает и родной язык, может считать себя грамотным Поэзия и письменность – это культура, это уровень развития нации, это интеллект, это душа человечества Представители Российского центра науки и культуры в Бресте отождествляют грамотность с образованностью и начитанностью Именно поэтому областной центр в очередной раз присоединился к большой исторической акции «Никтант Победы» Главная цель проведения международного проекта – сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, в которой и белорусы, и россияне приняли активное участие Знание важных дат истории и их героев – не это ли еще один компонент грамотности и образованности? Это как долг, можно сказать, потому что каждый третий белорус спал во время этой войны, и мои прадеды воевали И есть, мне кажется, в этом какое-то личное стремление, чтобы хотя бы, ну не первым, но хотя бы десятку Да и когда тебя окружают люди, которые хотят победить, и атмосфера, дух соперничества – это очень вдохновляет и заставляет работать Вообще, я человек, который увлекается историей долгое время, я была на очень многих объектах, которые связаны Вот, я заступала в мемориальном отряде в Брестской крепости, вот, это очень большое достижение для меня Я считаю, что история Великой Отечественной войны – это очень важно как для белорусского, так и для российского народа Ни в коем случае никогда не надо этого забывать, и такие мероприятия, они помогают молодежи вспоминать об этом, проверять какие-то свои знания 25 вопросов и 45 минут времени. Уже не в первый раз на своего рода Олимпиаду приходят не только школьники, но и их наставники – учителя истории Для них это не только стимул для самосовершенствования, но и возможность обозначить интересные темы для будущих уроков Самым главным событием в истории является Великая Отечественная война, вот, и надо делать особый упор на знание Такого важного исторического события, на основе которого воспитывается патриотизм, поэтому уже второй год Наша школа выставляет учащихся, чтобы они поучаствовали, поучаствовали, может быть, выиграли Брещане на самом деле второй год уже участвуют на площадке Российского центра науки и культуры в этом проекте Отзывы замечательные, всегда с интересом приходят, пользуются большой популярностью В этом году, к сожалению, вот эта ситуация с пандемией нас немножко подкосила, и мы приглашали от каждой школы по одному участнику Потому что, сами понимаете, какие условия должны быть для них созданы, да, чтобы, ребята, не дай бог, там что-то не произошло Вот, поэтому у нас зарегистрировано на сегодняшний момент 25 человек, но желающих было, конечно, гораздо-гораздо больше Сертификаты участника Диктанта Победы получили все, а вот самым эрудированным в качестве подарка будет предоставлена возможность посетить масштабный парад Победы в 2021-м Но не это главное Важно, что такие мероприятия стимулируют к изучению других малоизвестных фактов большой общей истории А это один из путей развития грамотности и образованности в обществе Из стен этого заведения вышло множество призеров и победителей республиканских и международных музыкальных конкурсов Здесь делала первые шаги в музыке Алена Чернокос, ныне член симфонического оркестра Мариинского театра под управлением легендарного Валерия Гергиева Художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра Адам Мурзич Известная оперная дива Маргарита Левчук Блистательная артистка Елена Воробей В прошлом учащаяся отделение теории музыки Знаменитый композитор Игорь Корнелюк Выпускник тогда еще Брестского училища по классу фортепиано И это далеко не полный список имен учеников, прославивших Брестский музыкальный колледж имени Григория Ширмы Чем живет сегодня альмаматор сотен международных талантов И чем радует своих воспитанников, выясняла Людмила Логодич Рассказать о Брестском музыкальном колледже имени Григория Ширмы Можно было бы и без слов Легким звучанием пьес Чайковского Виртуозных симфоний Моцарта И языком величественных сонат Бетховена Ни одно поколение музыкально одаренных и известных личностей Явило свету это прославленное заведение И сколько еще талантов будет открыто в этих стенах Учащиеся музыкального колледжа это дети примерно от 15 до 20 лет Как правило они поступают после 9 класса Это дети которые выбрали музыку как свою дальнейшую профессию И это дети как правило творческие Которые хотят развиваться в дальнейшем в этом направлении Это будущие оркестранты Это преподаватели музыкальных школ А также если они заканчивают потом высшее учебное заведение Это преподаватели средних специальных заведений и так далее Это участники различных ансамблей И солисты конечно же Я выбрала профессию музыканта Потому что она дает возможность для личностного роста Для развития каких-то своих качеств В плане эмоций даже После колледжа я планирую поступать в академию музыки Надеюсь что поступлю В наше время, когда многих детей не оторвать от смартфонов Здесь происходит нечто невообразимое Это маленькая вселенная юных дарований и мудрых талантливых педагогов Которая живет по своим правилам в мире скрипичного ключа нотной грамоты и гармонии Вся Беларусь, Украина, Польша и Россия Далеко не полный список географии выступлений творческих коллективов Брестского музыкального колледжа Нашему коллективу присвоили звание Народный И вот мы как бы создали это сами с детьми Назвали коллективку Павушка сами Потому что у нас назывался просто Народный хор А вот назвали как цветок, красивый, молодой, яркий Потому что у нас все молодые ребята Приходят к нам после девятого класса Учатся четыре года Знаете, приходят с различных областей И тому, что сейчас дети у нас учатся Они потом приезжают к себе на районы И создают такие же фольклорные коллективы Это очень важно преподнести правильно всю национальную культуру в массы Мне очень нравится развиваться в колледже Я люблю петь народные песни Также мне нравится ездить за границу Одаренные дети получают много возможностей Переступив порог музыкального колледжа Направления самые различные Предусмотрено четыре специальности Музыковедение, дирижирование, инструментальное исполнительство и академическое пение На сегодняшний день занимается 207 учащихся Ну, замечательные, талантливые у нас дети С виду, конечно, они, может быть, и не отличаются от такого рода подростков От 15 до 19 лет Но когда подходят к инструменту и садятся за инструмент Извлекают звуки и выходят на сцену Они абсолютно преображаются И хотят послать весь спектр положительных эмоций в зрительный зал Ну, учащихся мы очень любим Замечательный педагогический коллектив сложился за это время Каждый год он пополняется новыми молодыми специалистами Чему мы тоже очень рады Ну и замечательный подарок к 80-летию музыкального колледжа в этом году У нас появилось и общежитие Конечно, общежитие для воспитанников колледжа было просто необходимо И этого добивались не один год Согласитесь, что для юношей и девушек, которые обучаются прекрасному И условия жизни должны быть соответствующими Здание для общежития было выбрано просторно И в то же время уютное Здесь предусмотрено все до мелочей Комнаты, рассчитанные на проживание нескольких студентов Имеют полный набор мебели Что немаловажно, во многих имеются музыкальные инструменты Всем необходимым оснащены кухни и душевые А нижний этаж планируется оборудовать под репетиционные залы и библиотеку Это общежитие предусматривает 136 мест для учащихся Сегодня у нас 81 заявление от учеников Но кроме этого мы имеем возможность расселить молодых специалистов Которые в этом году пришли в Брестский музыкальный колледж Максимально созданы все условия для того, чтобы наши дети Учащиеся могли получать образование в сфере культуры И, собственно, показывать свои таланты Прославляя танцам не только Брест, но и Республику Беларуи Многие дизайнерские задумки еще только предстоит воплотить Но уже сегодня здесь царит неповторимая атмосфера творчества Немаловажно и то, что проживание в общежитии позволит учащимся сэкономить свои деньги За съем квартиры платить не придется Я приехала с Матэкал Я на первом курсе народный хор Со мной живут три девочки Одна у нас музыковедка, другая на фортепиано учится тоже первокурснице Вообще идея с общежития очень хорошая Потому что мне бы ездить каждое утро, а ездить было не очень бы хорошо в колледж Это очень далеко и очень тратное время Сколько вы платите, сколько вы читаете за общежитие? Восемь чем-то рублей, это очень мало Есть у юных талантов сегодня все условия, чтобы реализовать себя как творческую личность И никто не обидится на соседа, что его репетиция немного затянулась Текущая неделя была отмечена еще одним важным событием Брестский академический театр драмы открыл новый 77 сезон И несмотря на то, что первая постановка была представлена на сцене малого зала Желающих посетить храм Мельпомены оказалось достаточно много Свободных мест в зале найти было сложно И это понятно Долгое время, весь период пандемии, театр был вынужден ограничиться лишь постановками в формате онлайн А согласитесь, живого диалога ничто не заменит Итак, новый творческий сезон для Брестского академического театра драмы открыт С какими планами и идеями вступают в новый сценический год артисты Что поменялось за это время в самом учреждении И какие постановки будут представлены публике Смотрите прямо сейчас Возле залитого сентябрьским солнцем фасада Брестского академического театра драмы Вновь пестрая афиша Новый творческий сезон обещает быть весьма насыщенным Конечно, непривычно быть традиционной полюбившейся белой веже Но от того не менее интересно В репертуаре как постановки, которые публика не смогла посетить до пандемии коронавируса Так и новые спектакли Будут в малом зале опять-таки же показаны в ближайшее время И зарекомендовавший себя, и полюбившийся зрителям, и молодому, и взрослому Спектакль, который поднимает все жизненные проблемы Это «Маленький принц», которому всегда есть внимание наших любителей театра 19 числа у нас будет интересная постановка с прошлого года Это «Мещанская свадьба» До конца года у нас еще выйдет еще две постановки Это будет комедийный такой вариант «Все сначала» Французская легкая комедия для любителей, чтобы развеяться, чтобы посмотреть творчество Это будет «Малый зал» режиссер Валентина Ивановна «Яновец» Ну и закончится традиционный год Это, конечно же, мы всячески надеемся и способствуем для того, чтобы праздник у детей он сохранялся И праздник у детей был Это новогодняя сказка Свободное летнее время в театре было использовано для того, чтобы привести в порядок центральную сцену Большой многоступенчатый механизм уже несколько десятков лет не менял своего основания И изрядно поизносился На днях работы будут завершены И уже 19 сентября в Большом зале пройдет спектакль «Мещанская свадьба» 23-го на подмостках покажут премьеру этого года Постановку «Не покидай меня» 24-го «Тихий шорох уходящих шагов» Большую прияту торжественных мероприятий продолжит еще одно, не менее важное Буквально 29 сентября мы будем праздновать 65-летие нашего главного дирижера Это Александр Петрович Сосновский Будет большой праздничный концерт 1 октября у нас будет праздничный концерт, посвященный Всемирному дню музыки Это традиционный такой Он сделан будет нами совместно с музыкальным обществом Или Григорий Нобатаре активно участие в этом принимает Немаловажное значение имеет в процессе постановки спектакля и создания костюмов Эта опция лежит на художнике и на режиссере Сначала он детально прорабатывается, а уже после предоставляется артисту Кстати, вот эта модель появится на одной из актрис в рамках спектакля «Олеси» Спектакль «Олеси» по Куприну – одна из запланированных премьер 2020-го Большая часть костюмов уже пошита Все они представлены в примерочной, чтобы каждый артист мог лично прийти и попробовать Насколько удобно и комфортно ему в этом Находясь в этом помещении, начинаешь чувствовать себя немного посвященным в этот творческий процесс Вообще, костюм каждого героя в постановке важен Целостный образ формируется только в совокупности внутреннего и внешнего наполнения А завершается он обустройством сцены Для этого в мастерских работают слесари, художники, бутафоры В процессе спектакля перед зрителем должен открыться особый мир В который человек все полтора-два часа входит душой Каждый раз все время новое Каждый художник, он работает со своей какой-то индивидуальной формой Со своим видением И самое сложное – это подстроиться и понять, что нужно сделать В том плане, что мы, по большому счету, как музыканты, мы исполнители И нам надо понять эту мысль художника и виртуозно ее исполнить в материале Массивные, на первый взгляд, декорации должны быть мобильные, легко транспортируемые на период гастролей И при этом реалистичные Согласитесь, непростая задача Однако, если она реализуется в полной мере, удовольствие от работы получат и актеры, и зрители Театр – это коллективное творчество В принципе, и театр – это синтетическое искусство Где сталкивается и музыка, и какой-то визуал, и какая-то сюжетность Поэтому, да, театр – это командное вид искусства, вид работы, коллективное творчество Но в этом его сложность, в этом его прелесть Премьерой нового сезона для коллектива Академического театра драмы стал спектакль «Осенняя история» Постановкой которого был занят художественный руководитель театра Александр Козак В непростом формате малой сцены было продумано все до мелочей История трех неунывающих обладателей золотых лет Где-то лиричная, где-то комичная, но такая человечная Эх, если бы не ноги А, мои, ничего Целый, ой, целый день шагаю И хоть бы что, да А мне трудно А, все равно заставляйте себя Хотьба, ой, дело полезное Тем паче в наши годы Всякие годы полезно В мои, ваши В общем, прелестна эта история То, что все-таки встретились люди одинокие И которые захотели доказать В первую очередь и себе, и своим детям, внукам Что они чего-то стоят И что вообще Жизнь в любом возрасте Она имеет смысл И имеет свои какие-то позитивные черты Качества И что, ну, жизнь надо даже заканчивать красиво Уверенно в себе Влюбленный в искусство зритель смог по достоинству оценить постановку Прещане привыкли к тому, что в городе всегда была возможность посетить хорошие спектакли Период пандемии обострил творческий аппетит Но от того сделал шанс прикоснуться к искусству более ценным Билеты на этот спектакль мы уже приобретали перед закрытием сезона, перед пандемией Но вот сейчас этот спектакль премьерный показ И мы решили все-таки на чем остановились, на том и продолжить Ну, а так все премьеры почти посещаем Хотелось бы уже, скажем так, после лета начать приобщаться к красивому, к прекрасному Да, соскучились по нашему театру, по актерам Просто по этой атмосфере всей Репертуарная афиша пестрит как давно знакомыми постановками, так и новыми спектаклями Так почему бы не завершить вечер рабочей недели походом в мир мельпомены Ведь все то, что смутно неясно чувствует наша душа Театр преподносит нам в громких словах и ярких образах Сила которых поражает вновь и вновь Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события Какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит Мы встретимся снова уже на следующей неделе Будут новые темы и новые герои А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам Звоните Номер в Бресте 54-63-67 Не забывайте Канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте А также подписывайтесь на наш канал в Ютуб Я, Анастасия Ноздрин-Плотницкая Желаю вам добрых новостей в ваших домах И, конечно, здоровья вам и вашим близким Редактор субтитров А.Семкин